Народная стройка встретила нас ямами и колдобинами. Впрочем, плохими дорогами никакого солдинца не удивишь. Все так ездим и все так ходим. Но если в городе еще как-то дороги ремонтируют, то народная стройка дорожной техники не видела уже больше десяти лет. Район стал стареть. Некогда ухоженные двухэтажные дома потеряли цвет и куски штукатурки. Дорожки, по которым когда-то ребятишки бегали босиком, превратились в непроходные и непроезжие. Здесь постоянно что-то роют, зарывают, опять роют. Трубы-то старые. Латать их не залатать. На въезде нам встретилась большая мусорка. Местные жители утверждают, что куча негабаритного мусора – дело рук приезжих. Сначала мы было засомневались в справедливости этих слов. Но нет. Тут же получаем улики. Наши люди мусор на машинах не выносят. Вообще на три улицы народная стройка металлургов и столеваров. Целых два пункта сбора мусора. Маловато будет. Одна из самых распространенных жалоб жителей этого микрорайона именно на то, что мусор копится быстро, а вывозится редко. Ираида Фомина живет на народной стройке с самого первого дня основания поселка. И на наши вопросы отвечала с ностальгией. Здесь такой зеленый поселок был, такая игровая площадка была. Вы знаете, теннисные столы деревянные. У нас их штук пять-шесть стояло по народной стройке. И около дома управления. Вот здесь, вот около Сапхозского, между домами. Ну, в общем, навалом. Но сейчас корт у нас был у детей. И тут же озвучивает сегодняшние проблемы. Во-первых, газификация. Последнюю часть у нас еще не сделали. Во-вторых, вот про аптеку. Ну, сейчас аптеку вряд ли сделают, потому что там под магазин отдали, где аптека была и детская поликлиника. Здесь все когда-то было. Сюда ходили автобусы маршрутов номер один и два. Чаще, чем любой другой район города. В больших теплых квартирах рождались дети. И не было смысла ездить с ними в город, потому что здесь был филиал детской поликлиники, молочная кухня и процедурный кабинет. Теперь на народной стройке такая тенденция. Здесь все делается редко. Или вообще никогда. Вот, например, дом номер 22 по улице Металургов. Никогда не видел ремонта. А если учесть, что последняя стройка на народной стройке закончилась в 1960 году, получается целая вечность. Штукатуркой, отвалившейся от фасада, жильцы замащивают ямы на дорожке, ведущей к подъезду. Так, глядишь, скоро весь дом на дороге уйдет. У людей не осталось ни веры в перемены к лучшему, ни терпения. Поэтому без стеснения ругаются, пишут жалобы в домоуправлении. К слову сказать, фасад томоуправления мало чем отличается от внешнего вида дома номер 22. Разве что большой новой вывеской с режимом работы и номерами телефонов, по которым можно подавать заявки и просьбы решить ту или иную проблему. А их проблем выше крыши. Проблема детской площадки. Как бы вот, как просят тут новую детскую площадку. Вот это. Ну, сами все дома видите. По всем вопросам. Фасады. Фасады тоже давно не ремонтировались. Фасады не ремонтировались. Кровли капитальные ремонты очень много просят. Этим летом планируется отремонтировать несколько фасадов и крыш, сообщила домоуправленность. Своими силами и на деньги, которые накоплены на общедомовом счете. Хоть одна хорошая новость, пусть и в будущем времени. Но погуляв по району, мы увидели и хорошее настоящее. Есть на народной стройке клуб «Чайка». Давным-давно здесь располагалась школа номер 17, которая, переехав, уступила место клубу, ставшему больше, чем досуговое учреждение для детей. «Чайка» – единственный очаг культуры районного масштаба. Детки ходят, потому что ходить больше некуда. Помимо еще декоративно-прикладного искусства, у нас много досуговой деятельности. Праздники, потому что больше некуда проводить, негде проводить. Мы и для маленьких деток проводим, и с юной леди, и для мальчишек рыцарский турнир. Много всего такого. Любят «Чайку» и представители более старшего поколения. Пенсионеры тоже с удовольствием устраивают здесь праздники. 8 марта и Новый год с песнями под баян и с чаем. 9 мая организовали встречу дошкольников с ветеранами. И старый млад в «Чайку» прийти рад. Хорошо здесь в районном клубе, только в стареньком здании довольно влажно и темновато. Да и само оно далеко не первой свежести. Народная стройка со своими проблемами и сама по себе как социальная бомба. И высоченные, не спиленные тополя, которые растут вдоль забора детского сада, грозят вот-вот запустить ее в действие. По тополиной проблеме также не раз обращались жители микрорайона в коммунальную службу с просьбой спилить. Но ответа нет. Как нет его и на многие другие вопросы. Такие как ужасные дороги, отсутствие аптеки, страшные фасады, дырявые крыши, неудачное расписание автобусов. Но при должном внимании городских властей к проблемам микрорайона, как знать, может и появится в местных газетах объявление «Куплю квартиру на народной стройке». Темнее, 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 дергай.